Беспрекословное послушание. Книга Деяния, 10 глава, 17 по 33 стих. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили. Здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день, пришли они в Кисарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом». Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Размышления, часть первая. Неожиданное приглашение. Книга Деяний, 10 глава, 17 по 23 стих. Пока Петр размышляет об очень странном и неожиданном видении, полученном от Господа, к нему приходят люди Корнилия. Бог действует и устраивает события так, как ему угодно. Узнав от Духа, что этих людей послал Бог, Петр не поступает по собственному разумению и желанию, а сосредотачивает внимание на Божьем водительстве. В конце концов, он понимает, что видение о полотне относится не просто к иудейским законам о пище, но к Божьему замыслу о спасении народов. Божье расположение к язычникам перекрывает все законы и предрассудки иудеев. Всякий раз, когда Бог дает нам четкие указания, нам следует послушно реагировать на них, даже если мы до конца и не разумеем, что Он делает. Если мы будем так поступать, Бог будет действовать через нас, совершая свою благую и совершенную волю. Что может помочь вам ясно распознавать Божью волю и повиноваться ей? Размышления, часть 2. Встреча с Корнилием. Книга Деяний, 10 глава, с 24 по 33 стих. Ни Петр, ни Корнилий до конца не понимают, чего хочет Бог, но оба решают тотчас же послушаться. В результате все идет по плану в соответствии с Божьим замыслом. Хотя общаться с язычниками для иудеев и незаконно, Петр отказывается от такого образа мысли и охотно принимает приглашение от Корнилия, подчеркивая, что это от Бога, и это Он так его ведет. Корнилий верит, что Петр действительно посланец и муж Божий, поэтому собирает всех друзей и родственников, чтобы они тоже поучаствовали в том, что будет делать Бог. Когда те, кто им призван, повинуются всем сердцем, Бог использует их как канал благословений, которые через них изливаются на окружающих. Насколько вы желаете принять участие в том, что делает Бог? Насколько вы скоры на послушании? Молитва дня. Дорогой Господь, я верю, что Ты действуешь через Своих людей, расширяя Царство Божье и неся другим спасение. Помоги мне поступать в послушании, чтобы через меня могла осуществляться Твоя воля. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...